здравствуйте мои дорогие друзья добрый вечер у нас вечер поздний вечер болталка у нас сегодня про пьянку про выпивку на моем втором канале youtube ваш домашний лекарь аптекарь есть плейлист который я называла назвала сексуальное влечение к водочке назвала его так потому что на тот момент это было еще раньше давно у меня есть одна хорошая знакомая которая рассказала мне свою историю историю с ее любимым мужчиной мы сейчас до к ней подойдем вот я под таким впечатлением как будто в эту историю всю через себя пропустила так и назвала плейлист и сделала несколько видео на эту тему я сделала видео мое отношение к алкогольным напиткам затем про тетурам про антолкол и дульс десульфирам это действующее вещество тетурама антолкола действующее вещество десульфирам указываю потому что меня смотрят по всему миру посмотрим этот канал еще статистику не смотрела этого канала первый мой который успешный канал где 50 тысяч подписчиков уже меня смотрят по всему миру я смотрела аналитику во всех во всех странах нету ни одной страны где бы меня не смотрела минимально хотя бы пять человек поэтому во про все лекарства когда я разговариваю что-то рассказываю я говорю действующее вещество чтобы у себя в стране вы могли найти эти лекарства и там у меня еще есть видео из алкоголиков люди реальные случаи про то как люди стали будучи алкоголиками нормальными и успешными даже людьми значит тема наболевшая тема возмутительная и я сейчас вообще моя функция я заведующая аптеки фармачист дирижент у нас молдове это называется у нас крупненькая аптека но сейчас не хватает фармацевтов из-за войны на украине из-за сложной экономической ситуации в молдове многие покинули страну страну и покидают и нету кому работать реально некому работать и вот наблюдаю то что я наблюдаю за первым столом делюсь с вами вообще в том районе в котором я работаю а я уже где-то на протяжении восьми лет работаю в одном из районов кишинева это рыжкановка называется очень красивый район города сначала я работала в одной аптеке фармацевтом потом меня перевели в другой филиал в этой же фирме заведующей аптеки и вот что я здесь наблюдаю ни в одной аптеке такого не было где бы я не работала покупают сердечные капли вы можете не верить я бы сама не поверила если бы мне это рассказывали но сердечные капли у нас покупают у нас уходят за неделю 50 80 флаконов по 50 миллилитров что это за сердечные капли там составе валерьяна боярышники тысячелистник и берут все по два-три флакона когда работала фармацевтом первой аптеке я была удивлена и спрашивала все говорят какому-то отцу бабушки не знаю кому куда-то уезжают но сейчас работа уже столько лет я знаю всех этих людей которые покупают также эти капли я удивлялась что они делают с ними потому что я поняла что их пьют но коньяк выходит что мне кажется даже дешевле чем каждый день брать по два флакончика вот этих вот капель пока недавно не заметила что один мужчина такой приличный мужчина купил эти капли он взял один флакончик ушел и вижу идет со стороны магазина мимо аптеки а у нас на улице такой широкий подоконник останавливается он же думает что его никто не видит взял бутылка водки небольшая такая не на сокота миллилитров наверно двести миллилитров открывает водку и туда этот флакончик сердечных капель я они мела когда это видела и вот то что меня поражает очень многие это берут но запал в душу и каждый день вижу один мужчина и одна женщина она точно смотрит мой первый канал мужчина скорее всего уже тоже но на том я не буду их не именно говорить но если они зайдут сюда не пойму таком речь мужчина возраст 60 плюс до того приятный мужчина вот правду вам говорю подстриженный выбрит седой красивый до того аккуратный но в жизни скажет что он алкоголик но на этой неделе в один день он таки пришел пьян в аптеку и работал он где-то за границей в германии был много лет разговорились в один день я ему прямо в глаза сказала вы для кого берете для себя вы знаете что вы подсаживаетесь на них похлеще чем на любую на любое алкогольный напиток вы представляете это вот я знаю что делать жизнь такая я не знаю что у него за жизнь я честно его семью не знаю но вижу что он при деньгах постоянно аккуратный такой я его ни разу очень очень уважительно разговаривает красиво все поставлено речь статники высокий красивый мужчина общем я в шоке про него женщина мне она говорит что она замужем каждый день она берет по три флакона валерьяны и берет так на два чека в один на один чек берет один флакон и пакетик у нас пакетики платные в аптеках бумажные 40 бани стоит сколько стоит вот этот чудо коктейль до сердечные капли по нашему пикатуре кардиачи называются или три в одном на них еще говорят или тройчатка еще на них говорят валерьяна пустырник и боярышник так вот она он стоит этот вода баночка 50 миллилитров 17 лей это около доллара чуть меньше доллара стоит и вот она берет на два чека на один чек она берет она говорит себе чтобы успокоиться флакончик а пожилому отцу берет два флакончика каждый день и чтобы вот на два чека уже знаем сколько это стоит но зачем это делать это же понятно что ты берешь себе или приходит бывает утром и вечером и говорит чтобы завтра не заходить беру сегодня но завтра опять она заходит красивая женщина молодая женщина примерно как я по возрасту худенькая блондинка красавица она ходит продает вещи различные по медучреждениям у нее свои покупатели врачи иногда очень дорогие вещи продают иногда какие-то дешевые там зонтики и сезонное такое все зонтики вееры носочки платочки шарфы кофточки какие-то ну в общем вот такая ситуация потом тоже что меня возмущала знаю я одного мужчину он даже у меня немножко работал помог мне с ульями я же была пчеловодом расскажу вам как-нибудь эту историю раз у нас канал болталка и многие начали писать нравится формат давайте рассказывайте будем слушать наверное истории люди любят в общем этот мужчина мне помогал с ульями ремонтировать работать про него один человек мне говорил что он в общем он когда выпьет он дурной становится он такой но он мне кажется уже объездил все страны мира он работает за границей со стройкой руки золотые интересный сам приятной внешности ну вот тоже у него такая беда есть два верующих человека тоже знакома с ними один возраст 70 плюс а второй возраст 50 плюс верующие люди хорошие семьянины не в семьях их не я их не религия про них не не знаю по крайней мере те кто туда ходят когда я спрашивала я у них про задавал вопросы что вы знаете про этого человека только положительные говорят и ничего не было сказано про пьянку но значит никто про это и не знает потому что мне бы сказали так вот пьют втихаря дома чтобы никто их не видел и это на протяжении многих лет а вот тот случай который я вот это то что меня вообще потрясло это как через себя это пропустила про то что я даже назвала плейлист на том своем первом в самом главном успешном канале ваш домашний векарь аптекарь сексуальное влечение к водочке сильное сексуальное влечение к водочке так эта история это вообще красивый мужчина значит он красивый мужчина возраст 50 плюс интересный нету ничего чтобы он не знал и он не умел прекрасный юмор земной приближенный к земле и земле и юмор работяга работает все время но выпивка наверное каждый день выпивка а выходные так это два-три дня не не просыхает и целый день нужен для того чтобы прийти в себя его женщина вернее не его женщина а женщина которая его полюбила до того от всей души которая была готова отдать ему все значит она ее возраст 40 плюс умница красавица очень образованная успешная богатая с перспективами живет на несколько стран и у нее этот мужчина она знает про него все всю его подноготную любовь всей ее жизни ради него она рассказывает готова была терять все семью мужа детей даже даже детей у нее это любовь на протяжении двадцати лет и полюбила на вот этого человека она и до сих пор его любит но еще про него он потерял три семьи у него взрослые успешные дети но вот пьяница она его говорит на него говорит так и говорит пьяница и я смотрю на нее и говорю он тебя отверг она говорит да это любовь моей жизни говорит я для него готова была жизнь отдавать ради этого мужчины она когда с ним расставалась она с ним рассталась сейчас она старается избегать его они видятся они живут в одном крупном городе вместе и она говорит что я стараюсь его уже избегать потому что он сначала он выбрал бутылку стакан стал лучше меня а он знал что как она к нему справки это женщина которую он выбрал там не жить не умеет за собой даже ухаживать хорошо не умеет ну я говорю видно выбрал себе она говорит да ты что он красавец мужчина она такая вот серая бледная моль но еще говорит черная не знаю что она имела ввиду это я не видела начала говорить серая бледная моль серая мышь никакая она возле него как никто черная ну в общем я не знаю когда может человек злой на него так и влияет это все в общем дала она ему разгона хорошо высказала что думает о нем он на нее сильно обиделся они остались друзьями она очень переживает за его здоровье потому что конец выпивок пьяниц любителей алкогольных напитков мы уже знаем какой и вы кто меня знаете так будут смотреть кто либо пострадал как то либо переживает за своих близких и родных кто выпивает конец смерть смерть от рака печени рака поджелудочной рака желудка цирроза печени смерть ужасная у меня недавно умерла моя одна знакомая это не была подруга но хорошая знакомая почему она пила честно не знаю у нее прекрасный муж у нее хорошие дети муж не до того хорошо относился она могла сидеть дома не работать главное чтобы она была жила он с нее пылинки сдувал он это того любил он был рядом до последнего ее вздоха и дальше в общем и смерть у этих людей ужасная я про смерть расскажу что это за смерть как медработник чтобы те кто смотрят кто выпивает задумались что с вами произойдет откуда я знаю про смерть мое первое образование медицинская сестра и когда я училась на медсестру я много времени была в больнице и перед своей свадьбой я пошла работать в гнойную хирургию чтобы перед свадьбой заработать деньги чтобы ну отдельно я расскажу почему я пошла это отдельная будет история в общем я работала в гнойной хирургии и в один день прихожу я на смену а мне сдает санитарка я санитаркой работала еще когда училась смену и говорит вот та палата я уже не помню какой номер туда не заходи там все в порядке там сидит дочка с ней она умирает женщина туда не заходи она сама умирают их не принимали в больницу но не знаю как-то они там договорили в общем ужас мне так интересно было что значит туда не заходить и как могут умирать и что-то такое что ее не хотели брать туда потом договорились в общем я зашла в ту палату Я была в шоке. Значит, картина, которую я видела. Как чисто не было в палате, всё мыли хлоркой. Но, вот люди, запах смерти, правду говорю вам, запах смерти, запах грязной крови, запах кала, запах мочи. В общем, запах смерти покойника. Хотя всё было чисто. На функциональной кровати лежала женщина с огромным животом, как будто беременная. Тяжело дышала, храпела. А периодически у неё, это уже дочка рассказала, я с дочкой поговорила. Дочка была 19 лет. Сама в ужасном состоянии. У неё самой повышенный рвотный рефлекс. Умирала её мать, алкоголичка с циррозом печени. Там кровавая рвота, кровавый понос. И течёт со всех дыр не просто кровь, а это разлагаются внутренние органы и всё выходит наружу. Она захлёбывалась этим всем. Это брызгает. Это как фонтан, может быть. В общем, это ужас, ужас, ужас. Смерть мучительная, длительная. Может быть, ну, мне тогда сказали, что она может умереть сегодня, а может и через 2-3 месяца. В общем, смерть такая, что дома таких не хотят держать людей. Ухаживать за ними не хотят за любые деньги. В больницу их не берут. Вот этой моей знакомой, куда только не тыкался муж, не мыкался, пока не нашёл в районном центре какую-то забитую больничку, куда её взяли. Поэтому те, кто любят это дело, задумайтесь над тем, какой позорный конец. Реально мучительный, болезненный. Это боль. Это адская боль. Этим больным не выписывают сильнодействующее, обезболивающее. Потому что нету, нету в... Ну, в общем, нету законов в странах, что эти больные, вот как онкобольные, могут получить там сильнодействующее, обезболивающее, наркотическое обезболивающее. Тут такого нет. Боль, грязь, вонь, мучение. Это такую смерть, блин, не пожелаешь даже врагу. Есть ли цирроз? Это лечится или нет? Это лечится. Вообще печень такой интересный орган. Вот она не будет болеть, пока работает, ну, 70% печени. Она ещё будет не сильно болеть, когда... Вернее, подождите, я бы неправильно сказала. Она не болит, когда 30% её ещё работает. 20% начинаются боли, терпимые боли, ну, там, симптоматика, в общем... Про цирроз, если что, если будет интересно, сделаю подробное видео. Если захотите, пишите в комментариях. Ну, вот, когда только 10% печени работает, начинаются ужасные боли, вот эта симптоматика. Обычно у этих людей сердце крепкое, поэтому они столько и мучаются. Пока сердце не умирает, не умирает и человек, пока инфекция туда не доходит. В общем, и вот тогда уже процесс невосполним, невозможно излечиться. Если ты ещё узнаешь, у тебя 30% ещё работает печени, если ты сядешь на жёсткую диету, жёсткую диету, никакого жареного, копчёного, жирного, солёного, не дай бог спиртного, и это по конец твоих дней. Если ещё печень 50 на 50, то тут ещё возможно, что ты будешь... Когда вот только первые анализы плохие, ещё нету большого живота, нету водянки, как говорят в народе, что воды нету. То есть тут ещё можно побороться, перестать пить, изредка выпивать, и всё будет хорошо. Но когда уже 30% конкретный цирроз, там уже категорически до последних дней нельзя пить. Ложка 10 грамм, 20 грамм тебя могут убить и запустить вот этот страшный процесс. Поэтому цирроз – это большая беда. Я знаю три мужчины, которые с циррозом обращались ко мне в аптеку. Один у меня где-то есть сувенирный его веничек. Но у того мужчины, который пришёл в аптеку, у него не был алкогольный цирроз, он работал на химическом заводе с красками, лак и краски. И у него на этой почве, он пришёл с сыном, я тогда работала обычным фармацевтом, и он договорился, мы с ним познакомились, что он, если болел, если болел кто-то в его семье, не знаю, была у него жена, не было жены, но он с сыном постоянно приходил, взрослым. Он мне ещё в конце сказал, я вам вот доверяю сына, вот к этой женщине подходи, она тебя никогда не обманет, да, та самая лучшая, напомни обо мне, скажи. Тот, я даже забыла, вот честно, имя того мужчины, он просто сказал, тот мужчина, что подарил вам веничек, вы его никогда не забудьте. Он мне такой сувенирный веничек подарил. У него была крупная точка, он продавал веники, сам их делал, и разные, от обычного веника до вот таких маленьких. Вот такой маленький веничек он мне подарил сувенирный. Тот мужчина умер. Ещё один мужчина тоже пришёл с больницы с огромным животом, ужасный вид. Он говорит, я уже умираю, но, может быть, вы что-то знаете, что-то можете мне посоветовать. И я ему, я в таком шоке была, говорю, ну, я не знаю, что посоветовать. Возьмите энтеросгель. У меня есть видео на том канале в плейлисте лекарства про энтеросгель. Посмотрите, как прекрасно этот препарат чистит печень. И кроме того, что он чистит и лечит печень, он чистит одновременно весь организм, и он не вредит совсем. Это прекрасное средство. Посмотрите, это мой любимый препарат. Можно сказать, на все случаи жизни. Посмотрите видео на моём втором канале в плейлисте. Найдите лекарства. И там вот про энтеросгель. Он взял 6 флакотов сразу. И потом в течение года он ещё брал этот энтеросгель. Так он вычухался был. Вот его история. А потом он где-то 2-3 года вообще не пил. Но у него ситуация была плохая. Вот я вам сказала, что могут 10 миллилитров запустить процесс с 5. Он когда пришёл ко мне, уже был в порядке. Я его не узнала. Это был подтянутый, красивый мужчина. У него возраст был 50+. А потом в один день он пришёл в ужасном виде. Как я его первые разы видела. И он сказал, я вот как дурак. Меня подвигла даже сама моя жена. Может выпьем пиво? Ты уже в порядке. Я выпил пиво. Полстаканчика пива. Смотрите, что со мной. Дальше я его не видела. Наверное, он ушёл. В общем, что вам сказать, дорогие друзья. Кто ещё не совсем, кто ещё не совсем спился, кто ещё как-то может контролировать ситуацию, завязывайте вы с этим делом. У меня тоже были непростые ситуации в жизни. Я тоже одно время начала увлекаться спиртными напитками. Но честно вам скажу, кайфа они мне никакого не добавили. Даже потом расскажу мою историю, как мне поставили онкологию. И когда я решила уйти из жизни. Алкоголь плюс таблетки. То есть не вышло тоже. Значит, что по себе хочу сказать. Мне лично они кайфа не добавили. Лучше ничего для меня не сделали. Ни прикольней, ни интересней. Ничего. И даже уйти из жизни. Мне алкоголь не дал. С таблетками ничего не помогло. Будет интересно, пишите. Если будет кому интересно, расскажу эти истории. Что со мной было. Что я считаю, моё мнение. Для чего пьют люди. Расслабиться, говорят, да. Ну вот расслабитесь, да. Каким образом ляжете и уснёте? Ну иди поработай. Чуть-чуть устань. Не поспи вовремя. Ты так же крепко уснёшь. Дают храбрость и любить, некоторые говорят. Если ты любишь человека, ты будешь пьян без лекарства ним. И неважно, выпил ты, не выпил. Тебя будут тянуть. У тебя будет крутое всё рядом с этим человеком. Даже пить нет. Тебя будет пьянить этот человек. Это романтика. Прикосновение к нему, мысли о нём. В общем, ну совсем не вижу, не вижу причин для выпивки. Ну да, там чуть-чуть. Я тоже выпиваю сейчас иногда. Ну как это, не выпиваю, а пью. Что я люблю из напитков? Коньяк люблю. Коньяк с пепси-колой. Коктейли люблю. Спиртные, как, немножко крепкие, вкусные, фруктовые, с алкогольными напитками. Шампанское люблю. Но больше, да, люблю вот коньяк и шампанское. Там даже один мужчина мне задавал вопрос, я уже не помню где, или под теми моими видео, или где-то в мессенджере, спросил, какие я предпочитаю напитки я. Я вот это сказала, то, что и вам сказала, и он даже характеристику обо мне написал там, пол листа, что это значит, какая я. И даже я была в шоке, что я, он так много, ну, наверное, типа как гороскоп что-то, ну, в общем, очень много было похожего про меня. Еще из интересных комментариев, что писали под теми видео. Один пишет, мужчина, он пишет, что он бросил, и пишет, вот, написал, как бы, что он, выводы какие сделал. Он бросил пить, сейчас писал, что уже не пьет, и вот его совет. У кого нет меры, лучше воздержаться, или совсем воздержаться от спиртного. Если касается меня, не пью нигде ничего, ни в какой компании. Другой писал, где пить? Если пить, то в красивой и хорошей обстановке, ни тайком, ни по забегаловкам, ни по тем более наедине с собой. Потом еще писал один мужчина, с кем? С порядочными, не пьющими, много друзьями и близкими, ни с теми, кто не знает меры. То есть давали советы тем, кто пьет, что делать. Интересный был вопрос, не вопрос, а комментарий. В каких религиях легче бросить пить? Как вы думаете, в каких религиях легче бросить пить? Знаете, что написали? У свидетелей иеговы или в монастыре? А одно слово, так вообще мне понравилось, что написал один мужчина. Я уже не помню, там какой смысл был весь, но этот листочек у меня очень давно еще, когда я раньше видео те свои делала, я его не использовала в тех своих видео. Так вот он пишет там, как он решил бросить пить, как он завязал, как он поменял круг увлечений полностью. И он говорит, сейчас я стал успешным, ко мне вернулась моя любовь. И вот пишет, что, в общем, у него вся жизнь поменялась, что и храбрость прибавилась, он рискнул. В общем, он описал такую ситуацию, мне так пришло на ум, похоже, как у той женщины, что такая же ситуация была похожая у него, что к нему таки пришла любовь всей его жизни. Он говорит, что он даже не мог посмотреть на эту женщину. Он боялся ее, боялся ей испортить жизнь. И вот он пишет там в комментарии, пусть вас не называют бездонной бочкой, алкашом, пьяницей, человеком, слабой силы воли. Если ты мужик, настоящий мужик, ты можешь все, ты можешь стать сильнее стакана и бутылки. А мой дедушка говорил, что чай пьешь, орлом летаешь, водку пьешь, свиньей лежишь. Не знаю, как вы отреагируете на эту болталку про пьянку, про выпивку. Пишите ваши комментарии. Давайте посмотрим, что в этом формате у нас получится. Нужны ли такие видео, которые сейчас делаю я. С вами была Елена, канал Аптека Рядом. Кто не знает про мой канал, ваш домашний лекарь-аптекарь, посмотрите, обратите на него внимание, подписывайтесь. Там очень много, как говорят люди, знакомые, близкие, коллеги, много бесценной информации. Пока!